Приведем сегодня примеры, как в сложнейших геополитических условиях развиваются некоторые совершенно разные отрасли промышленности. Начнем с рынка архитектурного стекла, а потом покажем, как наши ученые нашли новый способ переработки нефти. Итак, импортозамещение в России работает, и порой даже в совсем неожиданных областях и секторах промышленности. Там, где казалось бы это и неплохо, но прямо сейчас можно было бы и повременить. Но если в стратегических отраслях промышленности процесс импортозамещения толкает вперед государство, то в остальных сферах его тянет вперед та самая невидимая рука рынка, заставляя частные компании двигать вперед прогресс нашей промышленности, замещая собственным продуктом то, что еще вчера мы импортировали. Я сказал невидимая рука, простите великотушно, оговорился. Она, если и существует, то в моей истории она вообще ни при чем. Может где-то там это работает, но в России прогресс двигает не какая-то там невидимая мифическая сила, а вполне конкретные живые люди. Но обо всем по порядку. Челябинская компания Modern Glass появилась еще в 2002 году. Тогда в России еще по сути не существовало рынка архитектурного стекла. В стране только начинала зарождаться соответствующая культура строительства. Только-только в Россию начали проникать мировые архитектурные тенденции. Вот например остекление красавца аэропорта в Новом Уренгое тоже делала Modern Glass. Начинали с нанесения металлических покрытий на стекло, закупили оборудование, выбрали производственную площадку, которая поместилась на четвертом этаже административного здания завода ЧТЗ. Был ли тут элемент случайности или это была осознанная стратегия, но в стране началось бурное развитие современной архитектуры и массовая реализация сложных архитектурных проектов. Поэтому подхваченная волной растущего спроса компания Modern Glass вслед за потребностями архитекторов сама продолжила развитие своего производства. Сложно перечислить те проекты, в которых поучаствовали челябинцы. Это многие объекты Сочинской Олимпиады, стадионы чемпионата мира по футболу 2018 года, практически все новые российские аэропорты, небоскреб Высоцкий в Екатеринбурге, многие объекты в Астане, Баку, Ташкенте, Бишкеке и других странах СНГ. И, конечно, ряд объектов в Москва-Сити. Это только со стороны кажется, что стекло это просто. На самом деле, если говорить о съех больших стеклопакетах, об архитектурных стеклопакетах сложных форм, то просто представьте, что они будут частью гигантских небоскребов, сложной архитектуры, высотой в сотни метров. Они должны выдерживать большие нагрузки, температурные перепады, ветер, дождь, град. При этом хорошо сохранять тепло, быть прочными и, если уж разобьются, то безопасными для людей. Поэтому завод Modern Glass просто напичкан высокотехнологичным оборудованием. Есть здесь даже чистые помещения, как на производствах электроники. Ввиду того, что изделия огромны, а недавно Modern Glass впервые в России освоил производство стеклопакетов длиной до 12 метров, то и размеры цехов завода, как и размеры оборудования, конечно, внушают. Никогда бы не подумал, что за блеском стеклянных фасадов стоит такое сложное производство. Но ведь Modern Glass – это лишь вершина айсберга. В Челябинске делают стеклопакеты, но само листовое стекло – это для них сырье, и оно приходит с других заводов. Да, сегодня Modern Glass способны заместить до 90% импорта крупноформатных стеклопакетов и стеклоизделий строительного назначения. Но важно и то, что за ними тянутся и поставщики. Представьте только, в нулевых годах выбрать поставщика из России было невозможно, потому что их просто не было. В России не производили стекло нужного качества от слова «совсем». Наши заводы были устаревшими, а технологии отсталыми. И хотя тогда Modern Glass уже начал вытеснять иностранных конкурентов из крупнейших отечественных строительных проектов, в качестве сырья все равно использовалось импортное стекло Сент-Гобейн – Франция, Гардиан – США, Пилкинтон – Великобритания. Нашего просто не было. Сегодня все стекло, используемое Modern Glass – отечественное. В России выросли такие гиганты, как Ларта Глаз – Ростовская область и Салават Стекло – Республика Башкортоста. И во многом именно компания Modern Glass стала тем локомотивом, который вытянул отечественную стекольную промышленность на новый уровень. Со стороны это похоже на ту самую пресловутую руку рынка. Появился спрос, должно появиться и предложение. Но в реальности это все результат работы многих зараженных общей идеей людей, плод сотрудничества партнеров, делающих одно общее дело. Ведь Modern Glass не могли бы делать 12-метровые стеклопакеты, если бы такое стекло не стали бы делать поставщики. Но и поставщики не стали бы вкладывать миллиарды рублей в новое оборудование 12-метрового формата, если бы не были уверены, что Modern Glass реализует такой проект. В свою очередь Modern Glass не потянула бы такую серьезную модернизацию, если бы не помощь со стороны Фонда развития промышленности. Ведь именно ФРП профинансировал льготный заем в размере полутора миллиардов рублей из необходимых двух. Вот так и работает импортозамещение. Государство в лице ФРП помогает, но тянут проекты частные инвесторы, воодушевленные, открывающимися перспективами с азартным блеском в глазах, жаждой созидания и гордостью за уже сделанное. И хотя сделано немало, но их уже не остановить. Они теперь осторожно смотрят в сторону не только замещения сырья, но и оборудования. Уже кое-что делают сами, например, системы захвата стекла, те, что с присосками. Думают и о том, чтобы освоить производство конвейерных систем, причем в процессе, как прежде, теребя и тормоша отечественных вероятных поставщиков-комплектующих, зажигая в них общую идею созидания. Ну а потом, глядишь, возьмутся и за более сложное оборудование. Вот так работает импортозамещение. Не потому, что сверху приказали и задолго до того, как сверху приказали, а потому, что есть такие люди, для которых это просто их жизнь. И это они двигают нашу страну вперед. Ну а теперь про то, как наши ученые нашли новый способ переработки нефти. За последние годы наша страна сделала колоссальный рывок в области переработки добываемой у нас нефти и газа. В России построены такие нефтегазоперерабатывающие гиганты, как Танеко, Тобольск Полимер, Запсиб Нефтехим и другие. Прямо сейчас идет строительство таких мегазаводов, как Амурский ГХК, Амурский ГПЗ, комплекс ЭП-600 на площадке Нижнекамск-Нефтехим, завод полимеров в Усть-Куте. Идет проработка ряда других крупных проектов нефтегазопереработки в разных частях страны. Продолжается активная модернизация работающих НПЗ, многие из которых в процессе модернизации, по сути, они построены с нуля на старых площадках. Глубина переработки нефти в России выросла с 64% в начале 90-х до более чем 84% сегодня. А по некоторым НПЗ этот показатель достигает 98-99%. А это значит, что в стране появились новые ресурсы для развития нефтехимии и, как следствие, производства отечественных товаров. Вопреки распространенному стереотипу, более половины добываемой в России нефти мы перерабатываем сами. Например, в 2022 году из 534 миллионов тонн сырья, добытого внутри страны, было переработано 271 миллион тонн. И это довольно неплохой уровень. В мире нет ни одной крупной нефтедобывающей страны, перерабатывающей всю свою нефть самостоятельно. Между тем, любой понимает, что чем больше нефти мы будем перерабатывать самостоятельно, тем лучше. И расти нам точно есть куда. Для сравнения, глубина переработки нефти в России, как мы говорили ранее, около 85%. И это вполне достойный уровень, примерно как в Европе или Китае. Но, например, в США средняя по стране глубина переработки нефти превышает 95%. Есть к чему стремиться, не так ли? Но есть проблема. Нефть делится на легкую и тяжелую. Первую перерабатывать гораздо проще. Сырье, поступающее из основных сланцевых месторождений США, легкое и малосернистое. Вот почему там такая глубокая степень переработки. В России, напротив, нефть в основном тяжелая, высокосернистая. Перерабатывать ее сложно и дорого. Но для получения ряда важных нефтепродуктов необходимо именно тяжелый энергоресурс. Отсюда два вывода. Во-первых, России необходимо развивать нефтепереработку по линии модернизации производства. Во-вторых, если нам удастся углубить переработку тяжелой нефти, в стране появится еще больше отечественной продукции, необходимой для развития промышленности. Здесь важно пояснить, продукты нефтепереработки не только являются топливом, но и служат сырьем для производства тысяч товаров, среди которых детали промышленного оборудования, автомобилей и самолетов, строительные материалы и так далее. Это связано с тем, что нефтепереработка редко ограничивается одним этапом. Так сначала из сырья могут выделить мазут, далее после химических воздействий он станет битумом, из которого на следующем этапе переработки изготовят дорожное покрытие, мастику, гидроизолятор, смазочный материал для станков и прочее. При этом производственная цепь может прерваться и раньше, на этапе выделения мазута. Тогда продукт первичной нефтепереработки станет, например, топливом для промышленных печей. Хотя даже в этом случае энергоресурс фактически будет участвовать в процессе производства тысяч товаров. С технологической точки зрения углубление нефтепереработки больше пользы при меньших затратах. Оно выражается в росте числа продуктов на выходе при таком же объеме использованного сырья. Так тот же мазут останется после выделения из нефти или продуктов ее вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойливых фракций, выкипающих до 350-360 градусов по Цельсию. Раньше вопрос, что с ним делать, особо не стоял, его благополучно жгли в топках электростанций, в котельных или в котлах кораблей и судов, не слишком задумываясь об экологичности. Но дело не только в экологии, ведь мазут может составлять до половины объема перерабатываемой нефти. То есть, по сути, половина нефти просто сжигалась. Конечно, в последние десятилетия на НПЗ мазут во все большем масштабе подвергают дальнейшей переработке, отгоняя под вакуум дистилляты, выкипающие в пределах 350-420, 350-460, 350-500 и 420-500 градусов Цельсия. Вакуумные дистилляты применяются как сырье для получения моторных топлив и смазочных масел. Остаток вакуумной перегонки мазута используется для переработки на установках термического крекинга и коксования, получая смазочное масло и битум. На московском НПЗ, например, планируют достичь глубины переработки нефти более 99% уже к 2025 году. И хотя все это вполне нужный и полезный продукт, хотелось бы получить еще что-нибудь. К тому же, это производство требует дорогостоящих катализаторов и большого количества энергии. К счастью, наши отечественные ученые, похоже, нашли способ получше. Ученые из Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева НГТУ Нижний Новгород собрали самую крупную в мире установку для плазменного пиролиза нефти. Эта установка позволяет перерабатывать жидкие углеводороды, в том числе мазут. Плазменные реакторы не требуют дорогостоящих катализаторов и водорода. При плазменном пиролизе нефти под действием электрических разрядов образуются высокореактивные соединения – радикалы и ионы. Они возбуждают молекулы органических соединений в нефти, в результате чего запускаются специфические реакции, приводящие к расщеплению крупных молекул на более мелкие, которые потом могут использоваться во многих химических процессах. При этом такой метод гораздо эффективнее используем сейчас на НПЗ печей и высокотемпературных установок пиролиза. Так, потребление энергии при плазменном пиролизе ниже, а выход ценных газообразных углеводородов выше, чем в традиционных установках. К тому же в твердофазных продуктах ученые обнаружили неупорядоченный графит и многослойные углеродные нанотрубки, которые могут использоваться в электронике. Кроме того, твердые продукты содержали атомы серы, кислорода, ванадия и нигеля, что делает эти структуры привлекательными для использования в промышленности в качестве ускорителей химических реакций. Как рассказал руководитель проекта, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник НГТУ Евгений Титов, цитирую, «В наших дальнейших работах мы будем пытаться повысить глубину переработки мазута, увеличить производительность и рентабельность плазмохимического пиролиза. Также мы планируем исследовать углеродные наноструктуры для использования их в качестве катализаторов и адсорбентов». Так, в ходе процесса выделяется водород, ацетилен, этилен, метан, а также углеводороды, содержащие от 3 до 5 атомов углерода. Все они широко используются в химической промышленности, например, для производства различных полимеров, их в свою очередь применяют в авиастроении и других отраслях. Таким образом, новая технология сулит довольно интересные перспективы в развитии переработки нефти, увеличении разнообразия полезных продуктов, получаемых из нее и, как следствие, роста благосостояния россиян.